ЗАПАДНАЯ Армения Боевых действий подводит к полноценным переговорам Мария Захарова. Гробницы римского периода в самом сердце Тигранакерта. Компания ESM выпустила новый компакт «Биск» с произведениями Тиграна Мацуляна. Президент Западной Армении Арбанак Абрамян наградил депутата Национального собрания Западной Армении, кавалера боевого креста, председателя партии Объединенная Армения, Ваана Бадасяна медалью «Меч Западной Армении». Бадасян находился на передовой с первого дня войны, развязанной Азербайджаном. Затем, получив серьезные ранения головы, его перевели в Армению. В настоящее время господин Бадасян все еще находится в больнице, получает соответствующее реабилитационное лечение. 7 ноября в Ереванском центре Западной Армении состоялась конференция «Арцавский вопрос сегодня». Со вступительной речью на конференции выступила премьер-министр Республики Западной Армении Сэд Амелькан. Затем президент Арманак Абрамян более подробно представил тему конференции. Президент Республики Западной Армения Абрамян представил и проанализировал последствия нынешней войны в Арцахе. Показав, что это неотъемлемая часть армянского вопроса, отметив, что в настоящее время более чем необходимо представить международному сообществу общий правовой пакет армянского вопроса, президент отметил, что если все будет сосредоточено только на Арцахе, то не удастся решить общий армянский вопрос, учитывая, что в этом случае был нарушен ряд важных прав армян, которые легко осуществляются турками и джихадистами. Это программа – попытка продолжить геноцид, совершенный в Западной Армении. В настоящий момент важнее сделать шаги навстречу международному сообществу, представив им общий правовой пакет армянского вопроса. Завершая свое выступление, президент добавил, что у нас есть история, честь продолжать борьбу и сопротивление. Турция должна принять условия перемирия заключенного сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, в противном случае ЕС может ввести дополнительные санкции в отношении этой страны. Как передает Армен Пресс, со ссылкой на ТАСС об этом заявил во вторник министр иностранных дел Франции, выступая на заседании Национального собрания Франции. По поводу соглашения, которое было заключено после событий этой ночи, и которое мы не успели прокомментировать накануне, мы считаем важным, чтобы Турция абсолютно четко соблюдала согласованное перемирие, поскольку в противном случае она рискует столкнуться с усилением санкций, которые могут быть приняты в отношении нее. Заявила глава французской дипломатии, отвечая на вопрос депутата о влиянии Турции на события в Нагорном Карабахе. Министр уточнил, что в декабре страны ЕС проведут очередной саммит, на котором, среди прочего, будет обсуждаться и агрессивное поведение Турции. Ранее 27 стран сообщества уже приняли решение, что если Турция не изменит поведение, то в отношении нее будут приняты меры вплоть до санкций. Эти варианты уже на столе, подчеркивает он. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявление глав России Армении и Азербайджана о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе приведет к полному переговорному процессу. Как сообщает Армен Пресс, Захарова заявила об этом в интервью телеканалу «Россия-24». В заявлении ожидается безоговорочный переход к полноценному переговорному процессу по всем аспектам. Этого непростого вопроса, отмечает Захарова. Руководители Армении и Россия Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий с нуля часов 10 ноября. Раскопки продолжаются на холме Амеда в Дегранакерте, Западной Армении, где жили Хури, Метане и другие урарские цивилизации. Раскопки обнаружили 1700-летние римские гробницы. Кроме того, были обнаружены каналы и системы отопления, которым по оценкам 1800 лет. Магибы, где был найден каменный саркофаг, восходят к римским временам, и, вероятно, правящая элита была похоронена на кладбище под дворцу. Пока что могилы были обнаружены в семи местах, где обнаружены человеческие кости и скелеты. Студия звукозаписи ESM в Мюнхене на днях выпустила авторский диск Тиграна Мансуляна «С душой», в который включены 6 произведений любимого композитора. В беседе с корреспондентом Армен Пресс композитор отметил, что диск выбрал все созданные за последние годы камерные произведения. В этих произведениях очень важны традиции духовной музыки, учитывая, что это одну из работ я назвал «Агнец Божий». Церковная соната посвящена памяти Кумитаса, рассказывает Мансулян. К диску обратился известный музыкальный критик Норман Лепретт, по мнению которого в эти напряженные и трудные времена с душой может стать лучшим способом времяпрепровождения в течение 15 минут жизни. Голос Мансуляна нельзя ни с кем спутать. Его язык армянский. Однако его музыка отличается посылами на минимализм, атонализм и микроэтническую систему, отметил Лепретт. И напомнил, что компания ESM на протяжении многих лет обращалась к произведениям Тиграна Мансуляна. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Варк Айотс. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...